Об инвестиционном климате на Кубани мы говорим с заместителем руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае Анастасия Шишмарева. Анастасия Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какое место сейчас занимает Краснодарский край в национальном рейтинге состояния инвест-климата в субъектах Российской Федерации? К сожалению, по итогам 2019 года мы спустились с 6-го места на 13-е. Но основной проблемой, к сожалению, к нашему, является у нас излишнее давление на бизнес и контрольно-надзорная деятельность. Собственно, то, за что отвечает даже и в полномочиях нерегиональных находится это контрольно-надзорная деятельность, но тем не менее оценивают регионы. Мы, конечно, свою работу проводим. Проводим работу с прокуратурой. У нас проводятся встречи с предпринимателями. Предпринимателями очень активно нам помогает и ведет здесь направление уполномоченный по делам предпринимательства в Краснодарском крае. Сегодня мы работаем над созданием ресурса, интернет-ресурса, который позволит предпринимателю получать удобную информацию о каждом виде надзора, о каждом виде проверок, потому что их, на самом деле, тысячи видов надзора и видов проверок различных, и предприниматель не может этого знать. А мы пытаемся сейчас сделать такой ресурс, где он бы мог очень легко найти информацию о каждом виде проверок. В ближайшем будущем у нас задача разработать даже и телефонные приложения. То есть когда приходит контрольно-надзорный орган, предприниматель открывает это приложение, набирает, допустим, наименование проверки и видит, что должен иметь при себе проверяющий, и какие, собственно, полномочия есть у проверяющего, потому что имеет место практически в каждой проверке на ушей неправ предпринимательства. И это отразилось на показателе национального рейтинга Краснодарского края, потому что показатель очень весомый. 40% есть определенная методика подсчета, и 40% это весомость этого показателя в общей методике. У нас все хорошо может быть с той инвестполитикой и с оценкой инвестполитики, которую проводит регион, потому что даже по ряду позиций мы выиграли, набрали очень много баллов дополнительных, то есть выполнили какие-то определенные условия, которые ставит ААСи перед регионами, приняли необходимые нормативные правовые акты, ведется работа по этому направлению. Но, к сожалению, это направление, которое не зависит от региона, но тем не менее считается, что мы можем это регулировать у себя в регионе, оно привело нас к тому, что мы понизили себя в рейтинге. И мы, так как данная позиция, она экспертная, то есть оценивается предпринимательское сообщество в первую очередь, опрос ведется. Естественно, наша задача сейчас максимально организовать эту работу и облегчить, может быть, предпринимателям работу и по поиску информации. То есть мы надеемся, что это будет такая мера, которая помогла, поможет нам информировать предпринимателей о этом направлении. Плюс мы изучили опыт регионов. Естественно, мы это принесли из других регионов. Самый у нас, как всегда, лидирующий регион Татарстан. У них такой ресурс существует, но мы хотим сделать его более совершенным, может быть, более удобным для предпринимателей. И надеемся, что здесь мы, скажем так, сможем как-то облегчить судьбу нашего бизнеса, малого и среднего, при проведении проверок. Плюс еще, ну, тоже в стадии отработки нам необходимо на постоянной основе как-то в регионах-лидерах проводить работу там в части консультации, в части выездов. Сегодня у нас на этот год уже запланированы выезды с прокуратурой, так называемые строксессии с предпринимателями в районах. То есть, ну, все это в процессе, все это в работе, этим занимаемся. И надеемся, что там по итогам 2020 года, рейтинга 2020 года, мы хоть как-то повысим свои позиции. Ну, тем не менее, Кубань признана регионом с достаточно комфортными условиями для ведения бизнеса и благоприятной инвест-средой. Вот чем все-таки это обусловлено, если говорить в целом? Сами сказали, комфортные условия, комфортная среда. Ну, начиная от географических всяких разных спецификаций нашего региона, да, потому что это действительно привлекательный климатический регион и экономика, географическое положение у нас очень удобное. Плюс еще, естественно, там, те меры господдержки, которые в регионе есть. Мы анализируем и смотрим законодательство наших коллег по регионам, и мы видим, что у нас оно одно из самых комфортных, удобных. И тот факт, что у нас увеличивается количество предприятий, которые пользуются льготами и мерами господдержки. В нашем регионе мы одни, наверное, из лидирующих регионов по уровню господдержки предприятий. У нас больше, там, в районе 10 миллиардов рублей ежегодно направляется на поддержку сельского хозяйства, на различные субсидии, на выплаты. То есть тот, ну, и как-то странно, в рейтинге ОСИ по этим позициям мы занимаем наивысшие баллы. И поэтому бизнес приходит в регион, потому что здесь проще, наверное, и легче вести бизнес, потому что государство активно помогает, активно стимулирует. А что Край может предложить потенциальному инвестору? Какие сферы для развития и куда, кстати, чаще всего идут инвесторы? Ну, естественно, это традиционная сфера Краснодарского края, это сельское хозяйство, это перерабатывающая промышленность, это транспорт, логистика, это курорт и туризм. И сельское хозяйство тоже сказало. То есть потому что это наши отрасли традиционные, у нас есть ресурсная база вся, и, наверное, когда себестоимость выращивания, как и фруктов и овощей, в Краснодарском крае одна, допустим, а в Якутии, эти же помидоры и огурцы, чтобы вырасти, нужно построить крупные тепличные комплексы, провести туда газ и поставить круглогодичное отопление. Естественно, себестоимость продукции в Краснодарском крае будет дешевле. Поэтому к нам приходят, потому что здесь дешевле выращивать сельхозпродукцию, корорты, потому что у нас есть море, пожалуйста, и турпоток обеспеченный. Поэтому здесь, наверное, и проще, дешевле вести бизнес. Если говорить о строительстве, то из-за того, что у нас благоприятный климат, процентов на 20 себестоимость строительства ниже, если сравнивать с другими регионами России. Средняя полоса или северные регионы, тем более. Продолжая тему с инвесторами, как выстраивается работа с ними? Вот есть потенциальный инвестор. Каков алгоритм действия? Приходит инвестор, мы подбираем площадку. Мы определяем порядок предоставления земельного участка. Предоставляется земельный участок. У нас земельный участок можно получить как через торги, так и без торгов. Возможно, земельный участок, инвестор приходит уже сам и приобретает где-то на рынке земельный участок. Говорит о том, что мне нужна такая-то помощь. Мы берем его на сопровождение, мы обеспечиваем и помогаем им получить технические условия по подключению к сетям электрогазовода, снабжения, теплоснабжения. Мы в дальнейшем ускоряем процессы оформления земельно-правых отношений. То есть это изменение в виде разрешенного использования земельного участка, это получение разрешения строительства, получение градоплана земельного участка. В дальнейшем вводится в эксплуатацию. И плюс мы консультируем его на предмет получения налоговых льгот. И, собственно, попадает ли он под критерии, которые установлены нашим постановлением. И после ввода в эксплуатацию также инвестор может пользоваться налоговыми льготами. То есть мы полностью комплексно, у нас и обученные специалисты, оказываем помощь ему во всех вопросах, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Какие-то меры господдержки существуют для инвесторов в нашем крае? Это налоговые льготы. Проекты стоимостью до 5 миллиардов могут претендовать на льготу по налогу на имущество до 5 лет и по налогу на прибыль. Дальше инвесторы, которые реализуют проекты свыше 5 миллиардов рублей, могут претендовать на льготу до 7 лет, соответственно, по имуществу. Инвесторы, которые приходят в регион и планируют реализацию промышленных парков или становятся резидентом промышленного парка, который в соответствии с существующим законодательством является таковым и имеет такой статус, не могут воспользоваться льготой сроком до 10 лет и плюс еще субсидиями по федеральным программам. У нас, кроме этого, я уже сказала, что огромные виды поддержки отраслевые отрасли у нас оказывают. У нас по линии промышленности есть льготное кредитование под проекты, есть субсидирование затрат по линии сельского хозяйства. Также очень много различных видов субсидий государственных на развитие КФХ, ЛПХ, строительство каких-то тепличных комплексов, узкоотраслевые какие-то меры господдержки. Минсельхоз каждый год анализирует, они понимают, какие виды производства и переработки нам необходимы в развивательском хозяйстве, соответственно, определяют на текущий, на следующий год эти меры господдержки. У нас недавно, насколько мне известно, они включили и стали субсидировать кондитерские изделия, стали субсидировать рыбопереработку. И я считаю, что это очень хорошим будет стимулом для развития нашей рыбохозяйственной отрасли, которая, к сожалению, за годы, пост 90-е и 2000-е, ее практически не стало в регионе. И вся рыба на переработку возится в другие регионы. Это неправильно, нам нужно возрождать свою переработку. У нас уже появляются проекты по строительству перерабатывающих рыбзаводов. У нас в Ейском районе есть один проект, там в Тюмрюке что-то пытаются возрождаться. Рыбы производим много, очень много рыбхозяйств, но переработку не осуществляем. Вот нам нужно это стимулировать, нам нужно это поддерживать. И сейчас эти виды поддержки уже есть в регионе. А сколько составили прямые иностранные инвестиции в экономике Краснодарского края по итогам 2019 года? Ну, 2019 год пока еще у нас нет данных. Если говорить о накопленных инвестициях за последние 8 лет, то это больше 11 миллиардов долларов США. Активно инвесторы, несмотря на все эти политические моменты, они приходят в регион у нас за последний год. Вот только в прошлом году мы ввели в эксплуатацию. В прошлом году 18-19 это компания «Штиль», вы знаете, да. Это компания «Басфа» построила завод. Сейчас к нам зашел немецкий крупный логистический и крупно-логистическом рынке транспортных услуг. Компания «Ренус», которая сейчас строит свой завод на территории Краснодарского края, вернее, свой логистический комплекс со стоимостью инвестиций около 700 миллионов рублей. Сегодня мы ведем переговоры. Вот недавно приезжали, вчера буквально губернатор встречался с представителями турецкой компании, которые очень активно смотрят наш регион, уже в Ейском районе проработали площадку. Сейчас мы определяемся с площадкой Новороссийской или района Анапы. То есть инвесторы у нас не иностранные приходят. И, скажем так, все эти политические и экономические трудности их не пугают. Потому что, наверное, это результат той политики, которая в регионе проводится. Меры господдержки, открытость власти. Вы сейчас назвали все самые крупные инвестпроекты, которые реализуются на территории края. Ну и с иностранными капиталами. С иностранными, да, капиталами. Компания Nestlé, кстати, планируют свое развитие и дальнейшее здесь. То есть все существующие компании здесь иностранные также имеют свои инвестиционные планы, расширяют свое действующее производство. И, наверное, это показатель. Да, безусловно. Но если говорить не о иностранных, а о своих инвестициях, какие можно обозначить проекты? Ну, естественно, самые крупные проекты, я пока назову, да, которые являются флагманами, которые смогут нам обеспечить вот тот там инвестиционный прорыв, который требует от нас сегодня правительство и президент. Это компания АТЭКа, группа компании АТЭКа, которая реализует свою крупную, крупнейшую в крае инвестиционную программу по строительству портов и производства в порту Тамань. Это Ильский нефтеперерабатывающий завод, открытие которого мы недавно запустили очередную, скажем так, часть проекта. И они подключили свой завод к магистрали нефтяной. И теперь нефть к ним будет приходить не по железной дороге, а по трубе, что существенно снизит их издержки. Это инвест-программа Афибского нефтеперерабатывающего завода, которая также периодически осуществляет там реконструкцию, расширяет свои мощности. У нас в Славянском районе планируется строительство. Сейчас очень активно завершаем работу с земельным участком. И надеемся, в этом году уже выйдем на разрешение на строительство нефтезавод в Славянском районе. У нас Абинский металлургический завод планирует свое развитие и реализацию проекта. В Тимурюке, в Тамане, в Портволна, группа компаний Эвко. Также планирует строительство своего терминала и расширение действующего производства. Как сказал губернатор, инвестиционный поток – это часть той программы экономической жизни, которая диктует в том числе и стратегия 2030. Ставка на какие именно проекты будет делаться в рамках стратегии? Естественно, в первую очередь, макроэкономика, даже ставка делается на крупные проекты, такие, как я сейчас озвучила, потому что те проекты, которые, собственно, имеют наибольший синергетический эффект для региона. То есть сегодня, построив крупный порт в Тамане, мы понимаем, что у нас будет активно развиваться малый и средний бизнес вокруг этого крупного проекта. То есть это и перевозки, это и производство, потому что у нас есть свои мощности портовые, через которые мы можем теперь осуществлять экспорт нашей продукции. Естественно, предприниматели начинают больше выращивать пшеницу или яблоко, или что-то там еще, поставляя на экспорт. Сегодня, кстати, зашли с идеей инвесторы, тоже там есть иностранный капитал. Пока только эта идея, громко не заявляю, а строительство стекла, заяводово производство стекла, им интересен Краснодарский край, потому что, собственно, тут есть сырье, есть там необходимые материалы, есть там песок, там, к вам, кварцево они говорили, и им интересная площадка, там, приближенная к порту, потому что нужно производить и сразу там часть продукции отправлять на экспорт. То есть у нас уже возрождается здесь предпринимательская инициатива и предпринимательский интерес, потому что они могут как построить производство, которое будет находиться рядом с этим портом, и тем самым сокращая свои издержки на транспортировке этой продукции, напрямую направлять морем в те страны мира, с которыми они уже работают. Вот такие проекты у нас большой эффект имеет для региона. И реализовав несколько таких крупномасштабных проектов, мы понимаем, что мы заводим целую, уже целую, скажем так, экономическую машину, экономический двигатель, который начинает работать и раскручиваться, и втягивать в себя еще другие сферы, других людей, другие предприятия. То есть очень важны проекты для Краснодарского края, крупные инфраструктурные. Вот мы сегодня слышим о том, что Федерация планирует построить ВСМ, да. Правительство об этом уже объявило, прорабатывают сейчас трассы, это высокоскоростной магистрали, они хотят соединить Москву с Сочи, высокоскоростной железнодорожной магистрали, для которой тоже построена будет автомобильная дорога. Естественно, это проект, который будет иметь огромный экономический эффект для нас, потому что у нас будут развиваться территории вдоль этой дороги. У нас появятся новые придорожные сервисы, у нас появятся гостиницы, у нас появятся в конце концов вдоль этой ВСМ какие-то логистические комплексы, потому что это логистика, это хорошая скоростная автомобильная дорога, это снижение своих издержек на транспортировке. То есть ты построил свою логистику, там как-то привязал логистический парк к автомобильной дороге, ты собираешь здесь и хранишь фрукты, овощи, построил овощи, хранилища, и обеспечиваешь поставки этой автомобильной дороги в Москву и Среднюю полосу России овощей и фруктов круглогодично. Естественно, вот такие проекты для нас очень важны, и мы, наверное, получаем сейчас большие дивиденды из того, что мы, скажем так, в сфере интересов федерального находится наш регион, и принимаются на высоком уровне такие решения по инфраструктурным проектам, которые обеспечат развитие нашего региона. Это как было с Олимпиадой, да? Нам приняли решение где-то наверху, что это будет в Сочи, никто, по годам назад, не верил. Какой эффект для экономики мы теперь получаем огромный от этой Олимпиады? Это турпоток, это налоги, которые мы получаем от того бизнеса, который работает здесь. И у нас, наверное, очень существенно просто бюджет муниципального образования города Сочи за счет этих олимпийских объектов и региональных в том числе. У нас люди получили стабильную работу с, в принципе, достаточно на высокий средний заработок. Вот, кстати, говоря об инфраструктуре, как будут решаться вопросы для тех инвесторов, которые приходят сюда не всегда, ведь возможно, да? Они, может, зачастую приходят вообще на какое-то пустое место, где, условно говоря, нет дорог, электричества, газа и прочее. Как решаются будут эти вопросы? Как бы раньше у нас, может быть, была такая немножко хаотичная, я думаю, политика, потому что все пытались там бороться за инвестора, все пытались хоть чем-то привлечь этого инвестора. Когда инвестор заходил в какое-то муниципальное образование и уже приобретал земельные участки, он сталкивался с проблемами, что заранее, то есть никто не проработал, что вопрос обеспечения электроснабжением, оказывается, там, ближайший центр питания, который находится возле этого земельного участка, он просто-напросто закрыт. И подключаться ни к чему. И мы сейчас вместе с министерством ТКЖКХ немножко там выходим из, ну, работаем по-другому. Мы сначала смотрим те центры питания, где у нас открыты, где у нас есть резервы мощности, где у нас есть там газ на ГРС. И в первую очередь предлагаем инвесторам те районы и те площадки, которые прилегают к этим источникам питания, потому что мы понимаем, что быстро этот решить вопрос не получится. и работаем именно по новым площадкам. Там, где есть уже проблемы, естественно, это очень как бы непростая, тяжелая, трудная, ну, долгая работа. Потому что для того, чтобы обеспечить этот завод теми мегаваттами, которым необходимо, нам необходимо, чтобы мероприятие попало в инвестиционную программу. Но мы понимаем, что инвестиционная программа – это тариф. И никто не будет повышать тариф населению для того, чтобы здесь мы обеспечили развитие этой площадки для бизнеса. Естественно, здесь уже, ну, некая очередность имеет место быть. То есть мы говорим о том, что либо вы, давайте, мы подыщем вам другую площадку, потому что здесь дорого. Или все-таки там ждите еще там 2-3 года свои инвестиционные планы откладывайте. Сегодня мы нашли механизм, очень интересный, и федерация его, благодаря, наверное, федерации, мы его сейчас будем активно у себя развивать. Сегодня находится в разработке постановление правительства, по которому они будут возмещать, ну, может быть, не совсем корректно выразилось, реструктуризировать, вернее, нашу задолженность, по межбюджетным кредитам. Если мы тратим деньги и субсидируем из бюджета на поддержку инфраструктурно-инвестиционных проектов, подаем, скажем так, эти инвестиционные проекты и наши затраты в федерацию, и на эту сумму они нам реструктуризацию кредитов делают. Этот механизм сейчас отрабатывается в рамках закона о защите капитальных вложений, и это будет хорошим стимулом для регионов вкладывать ограниченные, к сожалению, бюджетные деньги в развитие инфраструктуры районов. И сегодня вот тот бизнес, который не может построить завод, потому что очень дорого обеспечить его инфраструктурой, необходимой получить технические условия, платить технические условия для подключения этого завода, мы его будем субсидировать в каком-то определенном размере, и тем самым, скажем так, возвращая эти потраченные наши деньги в бюджет налогами, которые от этого бизнеса поступят. Сейчас мы нашли такое решение, потому что два года мы обсуждаем, обсуждаем, что дорого, тяжело, где-то получается, где-то не получается, но тем не менее вот эта мера нам позволит, наверное, охватить как можно большее количество предприятий и решить проблемы для большего количества предприятий, когда мы просто будем субсидировать частично затраты, которые они тратят на подключение участка к инфраструктуре. Для примера у нас есть примеры, завод стоит миллиард рублей, а технические условия по строительству питающего центра 400 миллионов рублей. Это только электричество, не считая газа, не считая воды, канализации. Если мы еще суммируем эти затраты, это практически стоимость проекта получится. Но если мы сегодня ему говорим, а давай ты все равно эти затраты на себе бери, где-то там кредитные деньги привлекай, но мы тебе их просубсидируем. Мы тебе 30, 50, может быть, до 80% вернем этих затрат. Лишь бы ты построил свой объект здесь и создал нам рабочие места, и создал налогооблагаемую базу, и вернул нам в течение 5-7 следующих лет эти наши затраты в бюджет своими налогами. Вот это действенная мера. Это очень эффективная, я считаю, мера. Будет стимулировать развитие инвестиционного региона. Ну и последний вопрос, подытоживая все вышесказанное. Нужно ли нам все-таки улучшать инвест-климат на Кубани? Или у нас уже достаточно всего, мы можем просто пользоваться, снимать сливки? У нас, к сожалению, конкуренты не спят. Конкуренты формируют наиболее интересные условия для бизнеса. И мы чувствуем это. Допустим, у нас сейчас очень активно активизировались соседи, даже и по ЮФО. И нельзя, скажем так, сесть спокойно, сложить ручки, говоря о том, что у нас и так все хорошо, инвесторы так к нам идут, мы такой вот замечательный регион, у нас в море солнце, горы, и что бы мы там делали или не делали, инвестор к нам придет. Нет, это абсолютно не так. И сейчас, к сожалению, регионы, к нашему сожалению, может быть, если смотреть сверху со стороны правительства, это и хорошо, что регионы очень активно борются за инвесторов. Предлагая, не буду называть пока эти компании, к нам приходят компании и говорят, о, великолепно, да, вот мы сейчас рассматриваем, в том числе и ваш регион, знаете, а нам там предложили первое, второе, третье. И сказали, сегодня вы можете заходить. А что вы нам предложите? То есть уже идет некий торг с регионом. И мы понимаем, что нам нужно этот инвестор оставить, потому что это 15 миллиардов инвестиций, потому что это 8 тысяч рабочих мест, и нам нельзя его упустить. Но он нам уже сейчас, ну, как на любом рынке, да, с нами начинает торговаться. Поэтому нужно улучшать, нужно работать, и работы еще очень много, на самом деле. Мы сейчас новые механизмы прорабатываем. Слава Богу, дай Бог, получится с особой экономической зоной, если нас поддержит федерация. И потому что уже многие коллеги у себя эти особые экономические зоны создали. Где-то они работают, где-то они работают. Но, тем не менее, это хорошая мера поддержки для бизнеса. И, в первую очередь, когда заходит какая-то крупная компания, они задают вопрос, а что со льготами? А есть ли у вас особые экономические зоны? Потому что вот нам предложили там условия в особой экономической зоне. Так, мы говорим, у нас без особой экономической зоны достаточно хорошее налоговое и льготное законодательство. То есть мы можем вам предоставить налоговые льготы ничем не меньше, чем в особая экономическая зона, допустим, в Татарстане. Ну что ж, спасибо за беседу. Всего вам доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok